это 4 февраля было, моему сыну 9 лет, он тоже хочет теперь поститься, это замечательно. Вот это, кстати говоря, личный пример. По-другому, дети, они как бы не захотят поститься. Это личный пример, и вот оно как-то таким образом лаконично входит в жизнь, в том числе наших детей, когда вот мы сами, наша семья имеется в виду, вот мы, муж, супруга, постимся, и дети потихонечку приучаются, видите, к 9 годам. Он занимается в футбольной секции с физическими нагрузками, как он может держать моральный и физический пост. Вот тут мне как раз-таки хотелось сейчас сказать главную, по поводу цели поста для каждого православного христианина. Главная цель поста, вот мы знаем такое слово, то есть пост, оно в принципе-то переводится как полное воздержание от пищи, если говорить это с древних языков, но в нашем языке, то есть есть такое слово тоже соименное с ним, это мы не говорим не про современный, там пост в Фейсбуке сделать, вот тоже оно, но вот пост, который держат, например, солдаты, служащие, на посту стоят. Как они стоят на посту? И вот это каким-то образом перекликается с тем, что он должен произвести для нас с вами. То есть какая главная цель поста? Если мы будем видеть только это как внешнее воздержание от пищи, то это будет, вот как мы говорили, пост ради поста. Всё же главная цель состоит в том, чтобы человека приучить к некоторой внутренней дисциплине для самого себя. Грубо говоря, что человек должен научиться через внешнее воздержание от пищи, научиться себе говорить, я не хочу это делать, но нужно, или наоборот, я хочу это сделать, но нельзя. То есть должен научиться двум словам. Нельзя, но я должен, вернее, нельзя и нужно. Вот этим двум словам. Через силу переступать через себя. Потому что пост на самом деле, вот он, как говорится, есть в человеке такая сила, сила воли. Её там аскетически именуют по-другому, раздражительная сила. Но вот сила воли, то есть в человеке вырабатывает таким образом сила воли и дисциплинирует его через внешние инструменты, дисциплинирует его в своей жизни, говорит для себя, не хочу, но я должен сделать, или наоборот, хочу, но нельзя. Вот это главная цель поста. Потому что если мы не научим себя, грубо говоря, с элементарной пищей таким образом в воздержании, то мы потом себе не будем, вернее, будем позволять страсти, если их хотим сделать, ну давай сделаем. То есть наша воля будет расслаблена. Или наоборот, добродетель, которую мы должны сделать, но не хочу, но не будем делать. Вот. Пост нас научает главным вот это. То есть в этом главная цель поста. Мы должны вот это понимать. Цель поста для любого христианина, она вырабатывает силу воли для того, чтобы ты, на самом-то деле, вот как тот самый солдат, которого мы привели в пример, который стоит на посту, на посту, знай дисциплину, спать хочу, нельзя. Будет время, когда я пойду отдыхать. А сейчас должен стоять через силу. Вот это вот пост вырабатывает. И думаю, что в том числе для детей это будет очень полезно, что они, если с самого детства научатся говорить сами себе именно эти два слова, нельзя и нужно заставлять себя. Дисциплина. Это как бы дисциплина, которая внешне, она потихонечку приведёт его в том числе и к борьбе со страстями и, наоборот, вырабатывании в себе через силу добродетелей. Потому что мы знаем, что на самом деле духовная жизнь, её часто называют, так часто называют, духовная брань, она не такая простая, там действительно нужна непомерная сила воли, чтобы бороться, бороться и бороться. Пост наш этому научает. Замечено, что те люди, которые начинают себе послабление в посте, которые вообще его забывают, у них сила воли расслабляется. У них сила воли потихонечку, они уже сквозь пальцы смотрят на те или иные грехи, ну ладно, как бы, допустим, ну попустим. Или наоборот, на те или иные добродетели, ну ладно, в следующий раз. Сейчас не надо. Вот таким вот образом расхлябываются, расхолаживаются. Вот.